Всем привет! Недавно задумался о том, какие же вакансии я знаю, возможны для работы на удаленной работе. Я недавно столкнулся с ситуацией, не очень приятной для меня на работе, но тем не менее, она заставила меня еще больше задуматься о том, что пора сменить род деятельности. Была у меня мысль с помощью тех самых навыков, которые я сейчас осваиваю в плане ремонта дома, найти себе работу в строительной сфере. Почему бы нет? Потому что, в принципе, у меня все вроде бы ладится и инструменты за рук не валятся. Работа, она более для меня интересная, чем отвечать людям на звонки и консультировать их по техническим вопросам. Тем более, что с каждым днем требования от работодателя все увеличиваются и увеличиваются, а зарплата остается на все том же самом уровне. И такое отношение мне не очень нравится. Будет использовать метод кнута. Поэтому, сейчас хотелось бы подумать о тех вакансиях, которые есть для удаленной работы. В первую очередь, конечно же, приходит в голову то, что я и раньше делал. Это оператор колл-центра на удаленной работе. В колл-центрах примерно везде одинаковые завышенные требования к сотрудникам, чтобы они выполняли свои обязанности на 200%, но при этом оплата относительно небольшая. У нас один из колл-центров, где, в принципе, платят, зарплата достаточно хорошая. Еще один я рассматривал из вариантов, это пойти работать в Тинькофф. Возможно, там это окажется более интересно. Плюс будет какая-то инсайдерская информация, возможно, поступать мне от сотрудников, и я смогу тем самым более выгодно делать покупки акций. Операторами колл-центров в маленьких компаниях я бы, наверное, не пошел. Можно было бы еще в интернет-магазин какой-нибудь пойти оператором работать, чтобы принимать заказы, ну и продажи делать. Но в основном, в большинстве компаний идет неофициальная работа, а работа по трудовому договору. Трудовый договор мне не очень интересен, потому что я хочу получать налоговые льготы за владение индивидуальным инвестиционным счетом и за покупку дома. Мне хотелось бы до конца получить эти льготы и оборотно получить полностью налоговый вычет. Еще одна такая достаточно простая вакансия, которая позволяет, наверное, начать работать всем, кому угодно, это разметчик. У меня жена часто занимается такими подработками, размечает картинки для различных программистов и программок. Нужны они для того, чтобы искусственный интеллект, нейросети так называемые, могли определять какую-либо деталь. Допустим, что сердечко – это сердечко, триколор. Зажать его посильнее. Что ручка – это ручка. И что увидя ручку, чтобы нейросеть могла понять, что это ручка. И вот именно таким вот разметками картинок занимается моя жена. То есть она выделяет их на экранчике и сохраняет на видео или на фотографии. Тем самым нейросеть запоминает алгоритмы. И чем больше у нее таких картинок загружено, тем лучше она адаптируется к пониманию того, что видит на изображении. Еще один из вариантов, тоже с удаленной работой, связанной с тем, что я сейчас в принципе занимаюсь, это продавец товаров по телефону. В различные магазины требуются продавцы по телефону, на различные сайты типа Яндекс.Маркет. И от партнеров требуются продавцы, которые будут заниматься продажами товара по телефону. Иногда требуется продавать не только товары конкретные, типа мелочи, а иногда требуется продавать недвижимость, иногда требуется продавать КАМАЗы. И на все это нужны люди, которые умеют хорошо продавать Если бы я умел, наверное, хорошо продавать То я бы пошел в продажники Но так как я все-таки не суперхороший продавец Я работаю на вакансии технического специалиста Если бы я мог бы хорошо все это выполнять То я бы, наверное, сразу же стал к себе работу подходящую Ну и в продажниках, соответственно, можно больше заработать В районе 45-50 тысяч Разметчики получают по-разному от 15 до 30 тысяч рублей Можно получать Оператор МКЦ также можно зарабатывать от 15 до 40 тысяч рублей Еще один из вариантов это оператор чат-поддержки Хорошие вакансии есть в городе Санкт-Петербург или в Москве Где можно прийти в офисе отучиться и потом работать на удаленке дома Например, в кинотеатре ОКО можно работать специалистом Как голосовой линии, так и чат-поддержки Или на авито Работа хорошая, причем вполне себе хорошо оплачивается Я не такая вроде бы пыльная, судя по отзывам моих знакомых Которые ушли туда работать Я же пока еще не определился, что именно я хочу из этого всего выбрать В качестве работы себе удаленной Но я надеюсь, что смогу освоить какую-то другую сферу деятельности Даже если это будет удаленная работа То я надеюсь, она будет менее связана с взаимодействием с людьми В плане разговорной речи И она будет сводиться к тому, что сделайте мне заказ Вот вам, пожалуйста, сделан заказ Возможно, кто-то знает, как можно заработать сейчас На фотографии, на фотошопе На обработке фотографий, может быть Раньше я этим занимался, подрабатывал Но сейчас как-то все это дело уже подзаброшено И даже вряд ли смогу вспомнить, как и что там делать Но если захотеть, то можно в небо улететь Еще можно, конечно, попробовать заняться видеомейкингом Производством и ретушированием Обработкой видео В принципе, компьютер у меня достаточно мощный И потянет и нарезку видео И всякие там эффекты потянет Но как это все делать Это нужно осваивать Это все нужно время Пока что в планах все просто Надо делать ремонт Получить по максимуму налоговый вычет Отгулять отпуск И, может быть, к середине лета Или если все на работе наладится Если не наладится, то раньше Искать новую работу Вполне возможно, что это будет не удаленная работа А работа по месту Если на ней будет оплата получше, чем на моей текущей Побольше, чем 40 тысяч рублей я буду зарабатывать То есть смысл двигаться в направлении новой работы Всем, кому понравилось видео Ставьте лайк Не понравилось дизлайк Пока Пока